Всем добрый день! Сегодня у нас 29 апреля, четверг, чистый четверг. Готовимся к Пасхе. Всем приветик! Так, ходила в магазин, на рынок. Выключим свет. Сходила-погулялась, съездила на рынок. Сейчас покажу, что купила. Ой, я не достану этот штатив-то, чтобы поставить камеру. Ладно, будем так доставать. Купила куличик. Надо свет, наверное, включить, чтобы было посветлее. Так, куличик купила. Вот такой небольшой. У меня тут еще верба стоит. Так, я думаю, большой нам нужен куличик. Поэтому купила вот такой обычный. 200 рублей стоит. Не знаю, сколько тут грамм. Ну, небольшой такой. А зачем нам большой на двоих? Так, ездила на продуктовый рынок. Купила вот такой сыр, полкило. Ореховый, как я говорила. Помните? Я такой покупала уже. Только половинку половинки. Грамм 200 я покупала. А тут полкило. Сыр с орехами. Его с грецким орехом. Фирма Ларес. Его делают, оказывается, в Мордовии. Так. И еще я купила рыбу. Килограмм окуня. Окуня. Ну, это я хотела камчатский. У камчатского окуня не было. Он крупный. Ой, но оно сейчас высечет. Не буду я вываливать. Он уже потаивает. Его надо либо сейчас готовить. Ну, килограмм мне много. Купила килограмм, короче. Тут где-то на 600 рублей. Интересно, есть там килограмм-то? Ну, так чисто по весу вроде есть. Не обманывают. В общем, половину пожарю сейчас. Ну, может, к вечеру. Половину надо будет пожарить. А половину уберу. Уберу морозилку. Ну, пожарю там рыбки 3-4. Они такие небольшие. Нет, камчатский, конечно, лучше. Ну, я сегодня поехала на другой рынок. Там не было камчатского окуня. Но я в следующий раз буду брать только камчатский. Просто мне очень захотелось. Вообще окунь давно не покупали, не пробовали. Я вообще его, по-моему, ни разу не покупала окунь. Вот решила попробовать мурманский. Я купила мурманский окунь. А в следующий раз... В следующий раз буду камчатский брать. Я, наверное, сейчас пакет не развяжу, чтобы вам показать. Но я вам потом покажу, когда буду жарить. Конечно. Пробую пакет ножом разрезать. Показать вам рыбку одну вытащить. Разрезаю вниз. Короче, вот он какой окунь. Это мурманский. Видите, какая красивая рыбка. Не знаю, чем пахнет. Морем, рыбой. Такой необычный. Если у карася плавники красные, то окунь весь красный. Представляете, какая рыбка? Не знаю, как будет на вкус. Ни разу не брали. Не знаю, сколько тут штук. Штук восемь. Короче, половину пожарить сегодня. Половину морозилку уберу. До следующего раза. Всё. Вот. А этот камчатский, он в два раза крупнее. Он называется не просто камчатский. Он называется королевский окунь. Самый крупный окунь на Камчатке водится. Вот сыр. Сыр убираем. Холодильник. Так. Ну и куличик сюда же. Куличик. Тут я пирожков накупила штук шесть. Что-то никто не ест. Я съела два. Вчера. Муж что-то не съел свои. А я ещё четыре купила. Ну, я, конечно, могу и сама пирожков напечь. Но просто нам много не надо. Ну, сколько я в день съем? Ну, два пирожка. А зачем мне их тогда делать много десятками? Фу. Мы вчера что-то даже фрукты не поели вечером. Обычно всегда по вечерам фрукты едим. Ой, у меня рыба вытекла. Блин, пакет грязный. Так и знала, что испачкаю. Мне этот пакет нужен завтра. Ну, для работы нужен. Блин. Я сама-то хоть в рыбе не облилась. А то я ехала в автобусе. У меня этот пакет, можно сказать, на коленях лежал. Ну, я его так чуть в сторону сделала, чтобы... Ну, я так, в принципе, предполагала, что может расставить рыба и вытечь. А я ещё на почту поехала с этим пакетом письма отправлять. Бросить надо было. Могла и завтра перед работой бросить. Ой, господи, написала тётке и маме, как всегда. Уже, наверное, по второму, по третьему письму им отправила. С 8 марта где-то начинаю. Ну, ладно. А то обижаются, что я там не пишу. Не знаю. Пропала куда-то. Так, ну что, на улице немножко потеплело. Плюс 10. Уже хорошо. Дождя пока нет. Сегодня не было дождя. Ну, такой небольшой ветерочек. Ну, тоже не очень сильно. В общем, погода нормальная. Хотя, конечно, для конца апреля плюс 10. Не так уж много. А больше плюс 9 и не обещали, в общем-то. Так что плюс 10 уже хорошо. Я только зашла с автобуса. Сейчас время... Сколько? Время почти 12. Я из дома где-то в 10 вышла. Ну, вот 2 часа моталась. Проехала в старой Химке там на рынок. У нас возле станции большой продуктовый рынок. Он такой, ну, в помещении крытый. Сейчас таких рынков, как раньше были на улице. Сейчас таких рынков практически нет уже нигде. Хотя у нас летние ярмарки иногда организуют. Не только летние. Вот у нас тут в Новых Химках есть такой рыночек на улице. Небольшой. В прошлый раз я поехала. Он плохо, что не каждый день работает. В принципе, он ближе, чем старый большой рынок. Но я туда вот поехала на днях, когда я там была. Во вторник ездила. И хотела вот эту рыбу купить. Королевские окунь я там видела. Вот. А там, в общем, закрыт был этот рынок. Поэтому я сегодня туда уже не поехала. Может быть, он и работает. Кстати, я же там была только что напротив почты. Я даже не посмотрела, работает ли сегодня этот рынок. Но я купила уже рыбу в совсем другом месте. Короче, когда в следующий раз увижу рыбу, куплю здесь. Попробуем пока мурманский окунь. Потом куплю королевский для сравнения. И скажу, какой лучше. Ну, скорее всего, конечно, крупный лучше. Там костей меньше, скорее всего. Мяса больше. Конечно, крупный лучше. Камчатский. Ну, ничего. Поедим мурманский сегодня. Мурманскую рыбку сегодня будем есть жареную. Пожаришь в точке 4. Остальное оставлю на следующий раз. Куда нам много-то? Фу, ребятки. Только пришла, только зашла. Набегалась. В транспорте жарко. На улице прохладно. Не знаешь, как одеваться. Ну, в куртейке вот в одной такой осенней, весенней бегаю. У меня две куртейки. Одна чуть полегче, другая чуть-чуть потеплее. Ну, в принципе, они одинаковые. Вот. Немножко потеплеет. Буду в другой куртке ходить. Как попрохладнее. Можно и чуть-чуть утеплиться. Ну... Ой, короче, я опять в зимние брюки влезла, шерстяные. Вроде уже один раз сходила на работу. Как-то там полегче оделась. Ну, пришлось опять на зимнее все перейти. Потому что на улице холодно. Пока там стоишь на остановке, автобус ждешь. Даже если минут десять стоишь, все равно холодно. Так что приходится потеплее одеваться, конечно. Так, ладно, ребята. Сегодня чистый четверг. Мне нужно сегодня уборку сделать. Так, наверное, сейчас я поставлю яйца варить. И разведу краску. Потом яйца сварятся, я их покрашу. Потом займусь уборкой. Сделаю уборку и потом уже буду рыбу жарить. Этот окунь где-то уже на ужин часов пять-шесть. Так что дел у меня много на сегодня. Нужно порядок в квартире наводить. Ну, я убиралась в понедельник. Но сегодня уже четверг. Нужно, как говорится, еще раз пробежаться. Еще раз убраться. Потому что, как я понимаю, перед Пасхой все... Ну, по крайней мере, нужно уборку именно в четверг делать. Но желательно заканчивать все дела. Уборку и покраску. Вот куличи печь. До пятницы, по-моему, до вечера нужно все это сделать. Потому что в субботу уже ничего делать нельзя вроде как. В субботу уже нужно идти в церковь, освещать яйца, куличи. Слава Богу, у меня в субботу выходной. Завтра отработаю и в субботу... Мы еще в субботу хотели с утра на кладбище съездить. Перед Пасхой же посещают кладбище. Только, наверное, это нужно было делать в прошлую субботу. В прошлую субботу я работала. Мы в понедельник были на кладбище. Там как раз было 40 дней. В понедельник были на кладбище. Ну, я думаю, может быть, в субботу еще раз съездим. А уже потом, в следующий раз, скорее всего, поедем в субботу перед Троицей. Вот перед Троицей на Красную горку тоже посещают кладбище, наверное. Перед Троицей где-то в середине июня еще раз съездим. А потом уже в июле на его день рождения съездим. Ну, а там осенью уже, ну, осенью там перед Постом, перед Великим Постом где-то до конца ноября перед Великим, ну, перед Постом Рождественским там можно съездить. Ну, там какие-то родительские субботы, какая-то Дмитриева суббота есть. То есть по родительским субботам желательно ездить. А вот я почитала в интернете, зимой, в принципе, нежелательно ездить. То есть зимой мы ездить не будем. То есть в конце ноября съездим перед Постом. А потом уже вот в марте, то есть месяца 3, декабрь, январь, февраль мы не будем ездить. Зимой нежелательно посещать кладбище. А вот весной на годовщину уже можно. Так, ладно, ребята, все, пойду я делами заниматься. Дел полно. Сейчас я попью чайку и займусь подготовкой к Пасхе. Уборкой яйца буду красить. Кулич я купила. Колбаска у меня есть, в морозилке лежит. Я как-то покупала. Так она и лежит у меня. Все есть, чего нет, потом купим. Не обязательно же все в один день купить, все съесть в один день. Я на Пасху тем более работаю в воскресенье. Поэтому я в понедельник спокойно схожу в магазин, куплю колбаски. Пачка пельменей есть у нас на крайний случай. Такие, типа, домашние пельмени, мясницкий ряд. Они вкусные, кстати. Вот. В понедельник схожу в магазин за продуктами. Куплю колбаски, сарделек, что-нибудь такое. Сало у нас есть алтайское. С Алтая муж привез, наверное, килограмма два. Два куска огромных. Может, три даже килограмма. В общем, все нормально. Можно сказать, к Пасхе готовы. А вот тучки, вы видите, тучки надвигаются. Так что дождь, наверное, все-таки будет. В общем, ладно, всем пока. Всех с чистым четвергом. И все готовимся к Пасхе. Яйца покрашу потом, доснимаю, покажу. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok